Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередная программа из цикла «Вспомнить всё». Сегодня мы вспоминаем события июля 2014 года. Посмотреть репортажи этого месяца мы пригласили в студию Владимира Ивановича Кондратенко, начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Владимир Иванович, на наш переграничный город выпала нелегкая обязанность принимать граждан Украины. Скажите, пожалуйста, как создавались условия для их жизни и кто всем этим занимался? В нашем городе с февраля месяца встал вопрос перед администрацией города о том, где размещать граждан Юго-Востока Украины, которые начали приходить на территорию Ростовской области. Сначала мы размещали в гостиницах, потому что это были малые семьи, один-два человека, кто-то транзитом. Временно предоставляли гостиницы. Но когда уже пошла волна, ну вы все прекрасно знаете, что там проводились уже настоящие военные действия на территории Украины, в Донецкой и Луганской областях, то администрации города пришлось готовить пункты временного размещения, где мы принимали граждан Украины. Это пункты временного размещения были развернуты на базе 58-го училища, 61-го училища и на базе ООО «Радуга». Вот эти три пункта временного размещения, они сыграли огромную роль как перевалочная база для того, чтобы те граждане Украины, которые попали под бомбежки, под обстрел и вынуждены были покинуть территорию Юго-Востока Украины, они нашли временное убежище на территории города Новошахтинска. В последующем администрация города создала уже оперативный штаб по размещению граждан Украины и дальнейшему перераспределению по другим субъектам Российской Федерации. Совместно с Департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области во взаимодействии с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ростовской области были созданы графики отправки граждан Украины в другие регионы страны. Большую роль в этом сыграла и наша православная христианская церковь. Тех, кто ждет отправки в отдаленные области России, такие как Тюмень, в лагере уже пять дней. Жаркими днями одним умывальником не обойдешься. Донская митрополея привезла душевые кабины. Они предназначены сразу для трех лагерей временного размещения – Новошахтинске, Гуковой, Донецке. Русская православная церковь оказывает большую помощь при размещении беженцев. В Ростовской области, где их официально зарегистрировано уже 27 тысяч, такая помощь нужна как нигде. Но одно дело накормить людей, обеспечить их всем необходимым, а совсем другое – успокоить растревоженные души, поговорить, помолиться за судьбы тех, кто остался на той стороне границы. У каждого из них своя судьба, своя трагедия. Они растеряны и не знают, что делать дальше, как строить жизнь в незнакомых местах. Служители православной церкви готовы выслушать каждого и помочь сориентироваться в этой непростой ситуации. Духовинство Донской митрополии постоянно в лагере. Здесь круглосуточно работает часовня. Можно побыть наедине с Богом, помолиться за здоровье родных. Многие беженцы просят провести обряд крещения. В лагере много детей. Митрополит Меркурий прошел по лагерю. Заходил в палатки, интересовался судьбами людей. Спрашивал, как организована помощь, в том числе медицинская. Беженцы подходили к священнослужителям. Кто-то просил помощи, а кто-то благословений. Ну, держите. Ну, встаньте. Что ж вы с ним встали-то? Эх, как вы красавцы. Все-таки взрослые люди. Надо вставать, правда? Держи. Конечно, обязательно. А нам можно? И вам всем обязательно. Благословение. Это Донская. Укровительница нашего края. Пусть Матерь Божия вас скрывает и хранит. Люди бегут от войны, от жестокости. Страдают на Украине и православные священники. На днях было опубликовано официальное письмо митрополита Ануфрия, епископа Украинской православной церкви, президенту Порошенко, где он излагает факты вмешательства военных формирований во внутреннюю деятельность церкви, на силовые методы против духовенства. К сожалению, иногда помощь гуманитарная, просто человеческое участие священнослужителя расценивается как участие в противоборстве и то или иное предпочтение участникам конфликта. Это совершенно неправильно. Церковь должна быть выведена за рамки этих отношений. Как только в России потекли потоки беженцев, русская православная церковь незамедлительно включилась в общее дело. И вместе с местными администрациями, департаментом по предупреждению ЧАЭС, работает в тесном контакте. Священнослужители города Новошахтинска, они вот с момента только основания, они здесь всегда готовы помочь. Поэтому такой союз, а только в союзе и только вместе можно решать такие вот серьезные проблемы. Особая благодарность нашей православной церкви, нашей епархии, потому что эта помощь идет не через день, не через неделю, а каждый день. Могите вы спросить от всех жителей, кто находится в нашем полевом пункте размещения, священники у нас в лагере, ежедневно бывает. И, конечно, не только материальная вот эта помощь гуманитарная важна, она очень важна, но и то, что они работают с людьми. Митрополит Меркурий приехал в лагерь не с пустыми руками. Целый камаз с одноразовой посудой, средствами личной гигиены, детским питанием и продуктами быстрого приготовления. Никто не знает, когда закончится война. Поэтому на пустом месте, за последним рядом палаток, расчищается новая площадка. Тысячи мест уже не хватает. Нельзя кого-то отдельно выделить. Здесь люди все откликнулись на беду, которая постигла граждан Украины. И отклики были со всех уголков нашей страны. Приезжали к нам люди, которые ехали на отдых на юг из Москвы, из Санкт-Петербурга. Привозили гуманитарную помощь, которую собрали там или у себя на предприятии, или же несколько семей сложились, что-то там передали, продукты питания, вещи. Большую помощь нам оказывали в этом отношении предприниматели нашего города. Далее с города Шахт, с Краснодарского края приезжали люди, с Москвы. То, что мы аккумулируем у себя здесь в управлении, мы стараемся адресно развозить своими средствами доставки. Привлекаем также сторонние организации АБЗ, Горгаз нам помогал в этом плане, телерадиокомпания Несвятая тоже оказывает помощь в этом. И в день мы где-то развозили 50-60 адресов. На настоящий день мы развезли по 807 адресам. То есть это, если брать в целом, где-то обеспечили 2200 с лишним человек продуктами питания, средствами гигиены и одеждой. Среды молодежного парламента, которые работают волонтерами, сообщили депутату городской думы Александру Рязанову, что продуктов осталось мало. Гуманитарной помощи действительно сейчас в управлении ГОИЧС не хватает. И я опять обратился в управление ГОИЧС, узнал, каких именно продовольственных товаров не хватает. И опять чем смог, тем помог. Александр на свои средства приобрел гречку, подсолнечное масло, печенье и конфеты. Уже когда разгружали товар, оказалось, что в торговой компании упаковали конфеты фабрики «Рошен». Депутат попросил заменить. Не хочет поддерживать бизнес украинского президента Порошенко. В последнее время график работы сотрудников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации напряженный. Работает без выходных, а порой ночами. Люди все разные, и большинство все же правильно понимает ситуацию. По крайней мере, жители нашего города многое делают для того, чтобы дать беженцам крышу над головой и обеспечить питание. Завтра, может быть, у нас в семье произойдет трудная ситуация, у кого-то из нас. И все, конечно, будут друг другу помогать. Сегодня мы помогаем, например, Украине, завтра помогут те же самые люди нам. Нельзя не отметить большой вклад в это дело и нашей большой организации, которая находится на территории города Новошахтинска. Это «Глория Джинс», закрытое акционерное общество «Глория Джинс». Они поставили большое количество детских вещей. Также были поставки и продуктов питания, и вещевого имущества, и обувь, и одежда, и для маленьких, и для взрослых. И в настоящий момент мы продолжаем выдавать гражданам Украины, которые находятся у нас на территории города Новошахтинска, а их ни много ни мало, 2155 человек, из них 782 ребенка. В Новошахтинск продолжает поступать гуманитарная помощь. Очередная партия прибыла из Санкт-Петербурга. 60 тонн груза на сумму около 5 миллионов рублей собрали коммерческие структуры северной столицы России. Груз принимает областная поисково-спасательная служба. Это продукты питания, которые предназначены для пунктов временного размещения беженцев. Мука, крупы, детское питание, консервы. Новошахтинск находится в середине, скажем так, территориально между этими лагерями. То есть это будет отсюда разъезжаться по всем лагерям. Также у нас в Ростове есть склады, то есть у нас все достаточно для приема гуманитарного груза. У нас со всех регионов России звонят, просят заявки, то есть все готовы оказывать помощь, что и происходит. Силами спасателей продукты будут расфасованы и развезены по палаточным лагерям, где обеспечено трехразовое питание пребывающих беженцев. Несмотря на то, что груз большой, продуктов хватит дней на десять. Питерцы пообещали, что этот груз не последний. Сбор гуманитарной помощи в городе продолжается. Я считаю, что администрация города со своей стороны выполнила огромную миссию и взяла на себя такой непосильный труд, как обеспечить вот такое вот количество граждан Украины всем необходимым для того, чтобы они могли своевременно подать заявление в миграционной службе или же на временное убежище, или же на выдачу им свидетельств на временное пребывание на территории Российской Федерации, для того, чтобы они могли законным путем трудоустроиться, найти себе работу, могли сами себя обеспечивать в дальнейшем. В настоящий момент наше управление, это управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, завершает выдачу в этом году гуманитарной помощи гражданам Украины. Мы организовали, вначале развозили по адресам, то есть адресную доставку делали, но потом мы уже начали приглашать граждан Украины, согласно списков, к себе в управление, так, чтобы граждане уже получали у нас все это дело. Скажите, волонтеры тоже были, да? Да, огромная роль тоже отводилась и волонтерскому движению. У нас девчонки и мальчишки оказывали помощь, также в доставке адресной гуманитарной помощи. Мы, кто-то фасовал крупы там, делали такие наборы для семей, кто-то развозил на своем личном транспорте. Никогда никто не сказал, что я вот уже не могу, мне это уже надоело. Все приезжали, говорили, куда еще поехать, кому еще доставить. И меня поражала такая самоотдача и безвозмездное такое, я даже не могу сказать, подобрать такое слово, чтобы выразить то, с какой они самоотдачей относились к вот этому делу. Христианская молодежная группа организовала волонтерское движение «Царство добра», чтобы посетить палаточный лагерь и напомнить детям, видевшим злую войну, о добре. Мы приехали сюда, чтобы как можно чем-то помочь им, насколько это возможно, чтобы они смогли забыть о войне, поделиться тем добром, который у нас есть. И мы называемся «Царство добра». Мы делаем батуты, горнки, и все это для того, чтобы они почувствовали, что на этой земле не только есть война, не только их могут бомбить, но также с ними могут поиграть, с ними могут побегать, попрыгать. Притом Украина – это наш братский народ, и это мы, славяне. В программе мероприятия много игр на сообразительность, моторику, спортивных игр. Дети также поют забавные песни, беседуют с волонтерами на разные темы и делают веселую зарядку. Мне больше всего понравилось спирать на батуте и с горок кататься, делать разные поделки. Тут есть много людей, тут можно играть в футбол, волейбол, можно лепить всякие поделки. Развлечения ребятам нравятся, но не думать о войне в своей родной стране они все равно не могут. Те ребята, чьи города превратились в руины, видят свое будущее весьма расплывчато. У каждого ребенка есть своя, как они сказали, большая мечта. За школой скучаю, но жалко, что ее разбомбили. Моя очень большая мечта, чтобы мы возвратились в Луганск, и чтобы было все спокойно и все красиво, лучше прежнего. Вернуться домой. Хочу поехать туда, куда мы едем, на Камчатку. Скажите, пожалуйста, а как реагировали вынужденные переселенцы на подобную помощь? Ну, в основном, все граждане Украины, которые получали у нас эту помощь, они проходили, во-первых, регистрацию в администрации города первоначально, а потом в Собесе. И одновременно мы осуществляли контроль через миграционную службу, чтобы было законное пребывание на территории города Новошахтинска. И те граждане Украины, кто законно зарегистрировался на территории города Новошахтинска, они получали гуманитарную помощь и высказывали слова благодарности в адрес администрации города. И тем работникам, которые осуществляли выдачу этой гуманитарной помощи. Я отсюда собираюсь как-то добраться до родственников в Беларусь, в республику. У меня там все родные. А здесь пообещали волонтеры помочь, не отказывать ни в чем. Планы – это когда планируешь, а когда заходят самолеты и хватаешь сумку с тем, что успел вот так вот взять. Ну, какие планы, понимаете? Спасибо, хоть приютили, спасли от войны, кормят, обогрели. Большинство людей реагируют с благодарностью, говорят спасибо, как-то стесняются попросить этой гуманитарной помощи. Но есть население, прибывшие из Украины, пострадавшие, те, которые недовольны. Говорят, что мы им мало даем, но мы отвечаем вопрос такой, что, понимаете, это все, что нам люди, наши, нашего города поставляют нам продукцию, гуманитарную помощь, мы им раздаем. А возможно, это прекратится. И требуют, дайте нам каждый день. А в нашем городе около полутора тысячи человек живет адресной помощи. И представляете, если каждому давать каждый день, у нас не хватит средств. Большую, очень большую заботу о гражданах Украины оказал этот общероссийский Красный Крест. Огромную помощь. Нам несколько фур приходило из города Москвы, целенаправленно. Вот они приезжали, и в основном львиная доля всех поставок, это приходилось на город Новошадьмск. Потому что у нас, ну, наибольшее количество людей, которые находятся, ну, приграничный город, всем понятно. Многие не хотят никуда далеко уезжать, потому что еще питают надежду вернуться обратно в Украину. Думают, что там все в скором будущем нормализуется, и никто не хочет покидать, ну, близлежащую территорию. Родственники с удовольствием принимают своих соотечественников с республики Украина. Но все-таки и на них ложится время такое непосильное, потому что идет и перерасход электроэнергии, идет и перерасход тепла. И довольно это существенно ложится на их финансовый такой кошелек. Семья Сыч живет на улице Волгоградской. В июне позвонили знакомые и попросили приютить беженцев с Украины. Виктория с мужем решили отдать дом родителей. Вместо того, чтобы стоял дом пустой, пускай люди живут. Пускай будет кому-то от этого дома все-таки лучше. Сейчас здесь живет семь человек, в основном женщины и дети. Живут дружно, все стараются друг другу помогать. Говорить о планах пока не хотят, сами не знают, как быть дальше. Ну, если некуда будет возвращаться, то, конечно, так и будет. Самая большая проблема, что скоро начнется учебный год, и детям надо идти в школу. Из дома приходят только печальные новости. Уничтожают всю индустрию. Я не представляю, где люди будут работать. Вот мама звонит, говорит, уже закрыли все банки, в магазины не завозятся товары. Пенсии, зарплаты не даются. Помогают гостям из Украины многие. Друзья, соседи, знакомые. Из Управления гражданской обороны привозят продукты и кое-что из одежды. Дети хотят тоже и мороженое, и игрушки хотят, и хлеб надо покупать каждый день. Это, конечно, помогает, но всего же не помогут. Долгожданные конфеты и печенье доставили волонтеры. И не только это. Елена Журавель ждет ребенка. Пополнение в семье планируется недели через две. Все буквально ломали голову. Во что одеть малыша, в чем купать, где он будет спать. Неожиданностью стали подарки для будущего ребенка. В принципе, уже все есть. Детское питание, как сказали на всякий случай. Коляску и кроватку сказали позже, уже после рода. Тоже обещали. Облегчением для женщин стала и помощь в виде продуктов питания. Целая упаковка макаронных изделий. Причем макаронные изделия хоть для супов, хоть для гарниров, в общем-то. Упаковка консервации, томатная паста. Тут же вот упаковка зеленого горошка, варенье, джемы, огурцы, растительное масло, целый ящик. Ну, в общем-то, всего, наверное, и не перечесть. Гуманитарная помощь продолжает поступать в Новошахтинск и дойдет до каждой семьи беженцев. Ведь русские своих в беде не бросают. Количество беженцев в Новошахтинске растет с каждым днем. Одни бегут из Украины к ближайшим родственникам, другие находят кровь у совсем незнакомых людей. Семья Саловых бежали из города Антрацита, переживая за своего ребенка и дядю инвалида второй группы. Они покинули Украину в начале июня. Уже тогда нацгвардия бомбила соседние поселки. В родной стране у Владимира и Натальи остались все родственники. Хотим, но нет возможности. Каждый день едем. Едем и едем и едем. Ну а что, выхода нету больше никакого. Лидия Алексеевна Титаренко поселила молодую семью в своем большом и уютном доме. Они стали жить одной и дружной семьей. Здесь мы были родители мои. Вот дом пустой. Вот мы пустили их на время. Жалко людей. Попросились. Ну пустили, чтобы пожили. На время военных действий. Там, может, они вернутся. Все у них будет хорошо. Мы живем дружно с ними, хорошо. Хорошо общаемся. Чай, пьем кофе. Хорошо мы дружно. Мы живем здесь хорошо. Нас все здесь устраивает. Дай Бог здоровья всем людям, те, которые нам помогают. Всем-всем-всем огромное спасибо, что нас приютили, что гуманитарную помощь нам возят. Всем благодарны. С какими трудностями приходилось сталкиваться вашим сотрудникам? В первую очередь, это предметы первой необходимости и продукты питания, которыми необходимо было обеспечить пункты временного размещения граждан Украины. Потому что в результате обстрела нашего таможенного поста, приграничной нашей территории, к нам ночью доставили порядка 24 человек с территории таможенного перехода. Люди были напуганы. Их надо было успокоить, накормить, напоить, где-то разместить, спать, уложить, так, чтобы люди смогли отдохнуть, оказать медицинскую помощь. В этом плане были развернуты пункты временного размещения. И там дежурил и медицинский персонал на всех трех пунктах временного размещения. И мы сумели обеспечить их продуктами питания, постельными принадлежностями. То есть люди смогли спокойно отдохнуть. 3 июля. Сегодня ранним утром Новошахтинск вновь вздрогнул от взрывов, доносящихся с украинской границы. Война подбирается все ближе, и это не может не беспокоить россиян. Вот почему каждый факт обстрела таможенных постов вызывает живой интерес у журналистов всех российских телеканалов. Сегодня съемочные группы прибыли на таможенный пост, чтобы получить достоверную информацию. Прошло немного времени, и на другой стороне пограничного поста началась стрельба. Всех журналистов попросили перебраться в более безопасное место. Там, на территории поста, в это время работали следственные органы и взрывотехники. После того, как они уехали, операторам разрешили снять последствия утреннего обстрела. Сегодня, приблизительно в 4 часа 30 минут утра, сотрудники таможенного поста МАТ Новошахтинск, Ростовской таможни, из-за начавшейся стрельбы на сопредельном пункте пропуска Должанский, Украина, были эвакуированы. Это порядка 15 человек. В результате попадания на территорию поста взрывного устройства, повреждения получили 4 здания. Бокс углубленного досмотра легкового автотранспорта, автовокзал, в котором происходит оформление физических лиц, тех, кто едут в автобусах. Значит, терминал, в котором оформляют документы водителя грузового автотранспорта, а также бокс инспекционно-досмотрового комплекса. Здание получили осколочное повреждение, разбито стекла, внутри помещения есть повреждение. В одном из кабинетов осколком пробит шкаф, в котором висела форма сотрудников, она получила повреждение. Личный застав поста не пострадал. Я также хочу сказать, что у нас же выпала такая миссия, что мы подготавливали в Черниково базовый лагерь, потому что тот лагерь, временный пункт размещения граждан Украины, который был на территории Красносолинского района, развернут в непосредственной близости от таможенного перехода. В результате обстрелов он был эвакуирован и перенаправлен в хутор Черниково. На долю администрации города Новошахтинска выпала планировка площадки для разбивки этого лагеря, подсыпка гравием, щебнем, укатка, установка туалетов. То есть довольно большая работа, которую мы выполнили в течение двух дней. Недалеко от пограничного пункта Новошахтинск в хуторе Черниково расположен палаточный лагерь временного размещения беженцев. Лагерь рассчитан на 500 человек, которых здесь готовы накормить, обогреть и успокоить. Но и здесь утром было неспокойно. Мы все выходили из палаток, потекали туда, до стола. В полшестого утра начали с гаубиц бить. Многие беженцы пересекли границу с одними документами, и то, что на них одет, отдали уже здесь, в лагере. Мы попали в момент обеда, кормят здесь отменно. Гуманитарную помощь везут сюда со всей России. Молодые люди приехали из Москвы, представляют компанию мотосервиса. Помощь собирали друзья, родственники, клиенты. Мы привезли все, что собрали, то есть по знакомым, по друзьям, по клиентам собирали и одежда, и продукт. Сейчас, когда многие беженцы немного успокоились, они задумываются о будущем. Кто-то хочет вернуться домой, а многие хотят остаться в России. Это семья из Подславенска. В лагере временного размещения уже пятый день. Возвращаться назад некуда. Планируют обживаться в России, на Дальнем Востоке. Я в одном платье бежала, поэтому я из Подславенска. Мы на машине выбирались на своей. Я везла двух внучек и везла свою дочку. Ну а теперь вот, видите, как придется ее где-то здесь бросать. А куда дальше? В последнем. Мы едем в Хабаровск все. Обстрелы мирных городов на Украине продолжаются. А значит, люди будут и дальше бежать от войны. И помощь россиян потребуется вновь. Скажите, вот в пунктах временного проживания ведь было очень много детей. Много женщин ехало с грудничками, с маленькими детками. Как-то оказывалось, помощь им в этом плане? Занятия были какие-то? Вот я знаю, психологи приходили к вам работать. У нас психологи работали во всех пунктах временного размещения. Для того, чтобы направить пункты временного размещения, мы еще все граждане Украины, в основном с детишками маленькими, пропускали через детскую больницу, пропускали через фельдшеров, которые осматривали их непосредственно и давали заключение о том, что никаких там болезней нет. Потому что, вы сами представляете, если человека больного поместить в здоровый коллектив, то это может возникнуть какая-то беда. Поэтому старались не допускать вот таких вот бесконтрольных размещений граждан на общих территориях. Дети из Восточной Украины нуждаются не только в физической, но и в психологической помощи. Для этого в палаточных лагерях были размещены педагоги-психологи. Но этого все равно недостаточно, ведь дети любят много развлекаться. На Вашахтинский палаточный лагерь приехали гости из Белоруссии, которые не остаются равнодушны к братскому народу. Христианский трудовой отряд – так назвали себя организаторы детской развлекательной площадки. Мы хотим, чтобы транспортировать такую, как это сказать, вот чтобы на этой территории был такой момент добра, любви, заботы друг о друге. Один психолог просто не справится с тем релаксирующим настроением, которое сейчас получили детки. Просто замечательно. Психолога Татьяну Анатольевну дети знают и любят, поэтому не оставили ее без подарков. Рисунки, подарки, восторги все. Очень всем спасибо большое. Развлекательная площадка была придумана не просто, чтобы развлечь детей, но чтобы и научить ребят заработать на те же подарки. Различные конкурсы им в этом помогают. Дети здесь не просто получают развлечения, они учатся зарабатывать себе на развлечения. Вот, например, есть такие хтошки у них, которые они зарабатывают, участвуя в различных конкурсах. Они зарабатывают вот одну, две, три хтошки, и потом они используют их во время развлечения. Тратить их на браслеты. А я хочу пойти потом на батут, я их коплю. Разрисовать и потом зарабатывать на батут. В организации всего веселья помогли и сотрудники МЧС. Первое впечатление от лагеря – это великолепная организация МЧС. Мы просто были вне себя, мы были рады и горды своей страной, что у нас есть такая служба МЧС, которая великолепна, даже вот эти дорожки, даже палатки выстроены, душевые, питание. Мы прошли, посмотрели все. Здесь настолько круто все поставлено. Здесь забота на пять баллов. Все. Но травму ты ведь ни палатками, ни водой, ни едой не накормишь. А мы можем оторвать их на пять-семь секунд от чего-то. Они, вон, посмотрите, какие счастливые прыгают. Немного, но с радостью. Детям действительно все очень понравилось. Особенно прыгать на батуте, кататься с горки, делать рисунки на лице и плести браслетики. Но участие в конкурсах им помогало сосредотачиваться, проявлять терпение и не скучать. Родители, несомненно, во всем их поддерживали. Хорошо, конечно, после всего пережитого. Ну, мы только приехали ночью, еще не освоилось. Ну, вообще чувствую прекрасность, конечно, после того, как где были, что пережила тоже в таком возрасте. Очень позитивно, интересно. Конечно, детям здесь развлечения, хоть отойдут дети, потому что жарко, и здесь у него сидишь в палатке, поэтому тут очень хорошо, нравится. Спасибо большое организаторам, что приехали и развеселили детей здесь. Спасибо большое. Да, июль выдался для нашего города очень тяжелым. Но эта работа была нужна, чтобы те, кто решил обосноваться в нашем городе, нашли работу, а дети 1 сентября пошли в школу. Давайте посмотрим, как их приняли в школах Новошахтинска. В настоящее время, если 1 сентября таких детей у нас было в общеобразовательных школах 354 ребенка, то в настоящее время в школах обучается 288 учащихся. Основная масса беженцев при себе имели лишь минимальное количество документов, а для оформления в школу их было недостаточно. С документами, конечно, были проблемы, потому что люди шли, не было полного пакета документов, как мы привыкли принимать в школу. То есть это и с родителями документы, и с ребенком, и медицинское обследование, и прививки. То есть они приходили просто с свидетельством о рождении. Для проведения аттестации были созданы необходимые пункты, назначены руководители и получены задания. Экзамен был проведен в щадящем режиме с учетом сложившейся ситуации. Для всех учащихся была в каждом учреждении промежуточная аттестация, потому что система оценивания детей, которые обучались в Украине, и в России отличается, потому что у нас пятибальная система. Естественно, оценки мы выставляли по пятибальной системе, и основное тестирование и оценка была именно русского языка и математики. Трудности с русским языком, потому что русского языка на Украине у них было мало, поэтому они посещают и НОУ, и РУДИТ, русский язык, и элективные курсы по русскому языку. Стараемся помочь. Трудный урок – это русский и общество знания. Русский – он каждый день. Мы учили русский один раз в неделю, то есть это было так 45 минут. Генерала Валина учится в пятом классе, а ее любимые предметы – это физкультура и математика. В целом дети быстро адаптируются к новым условиям жизни и находят себе друзей. Конечно, хорошо. Дети приняли, учителя приняли. Никто не говорит о моей национальности, где я жила. Живется очень хорошо. Подружился со многими друзьями. Дмитрий Тараканов в Новошахтинске с начала августа. И за это время мысли о доме его все равно не покидают. Хотел бы, конечно, домой все-таки. Дом есть дом. Но не знаю. Если будет все хорошо, то, скорее всего, поеду домой. Дети, к счастью, не перестают мечтать. Например, Елизавета, когда вырастет, хочет стать ветеринаром. Я очень люблю животных. И мимо животного не могу пройти. Но мне надо его погладить. По мнению педагога, ребята, пережившие войну, немного другие. Они немножко старше выглядят, чем эти дети. Они взрослее, потому что с детства у них кусочек забрали. И поэтому они серьезнее смотрят на другие вещи. На отношения между людьми, на добрые отношения. А все они мечтают лишь об одном. Я хочу мирного неба над головой, наверное, всех людей. Чтобы все были живы и до здоровы. Мечтаю, чтобы война закончилась. И чтобы было все мирно на нашей земле. Чтобы у меня дома все на Украине было хорошо. Чтобы все люди жили в мире и в доброте. И чтобы все друг друга любили. Я мечтаю, чтобы было все хорошо. И эта война закончилась. Я вернулась к бабушке и дедушке. У нас, по сути дела, все сотрудники, начиная с июня месяца и по сегодняшний день, параллельно с тем, что они свою работу выполняют, еще дополнительно вот эта нагрузка идет ежедневная выдача гуманитарной помощи. Начиная с 9 часов и до 17 часов. Каждый день, не за дня в день. Каждый день, да. А потоки идут такие, что порядка 80-100 человек в сутки. Ну, за день мы принимаем. Это, грубо говоря, если вот так вот обобщить, сколько выдали мы продуктов питания. Это 34 тонны мы уже продуктов питания выдали. 8 тонн одежды. Постельные принадлежности выдали. Сейчас у нас порядка 80 тысяч наименований, наверное. Там же и шарфики, и шапочки, и варежки для детишек, и комбинезончики. Даже все нужно еще зафиксировать. Все разложено по размерам. Ну, нас не просто так, нас контролируют. Красный Крест приезжали представители, да, кураторы. Приезжали, посмотрели организацию выдачи гуманитарной помощи. Сказали, что у нас довольно на высоком уровне все это организовано в сравнении с другими районами и городами. Ну, конечно, это приятно было слышать. Но, тем не менее, мы продолжаем в таком же духе. Главное, чтобы не было жалоб от тех граждан Украины, которые у нас находятся на территории города. И чтобы меньше было заботы в администрации города по этому вопросу. Потому что я знаю, что если что-то как-то получается не так, то первая ласточка – это в приемной администрации города мы увидим тех людей, которые чем-то недоволены. Но я считаю, что более-менее у нас все это в этом плане нормально пока. А сколько же у вас сотрудников в вашем штате? Ведь справляться с таким огромным объемом работы – это я не знаю. У нас в штате 39 человек. Но из этих 39 человек у нас же спасатели, это в круглосуточном режиме, сутки трое дежурят. Оперативная дежурная, единая дежурная диспетчерская служба также работают сутки трое. То есть, ну, выбрасываем где-то 14-15 человек еще из этого общего списка. Ну, где-то получается человек 20 вот у нас общей численности, которая работает на выдачу гуманитарной помощи. Ну, здесь нет дележа такой. Это я сделаю, это ты сделаешь. Если что-то начинаем делать, то все подключаются, и единая команда, и все это дело решаем. Спасибо большое, Владимир Иванович. К сожалению, наша беседа подошла к своему завершению. Наступил уже 2015 год. Что бы вы пожелали новошахтинцам, новым жителям теперь нашего города, соседним нашим украинцам и своим коллегам по работе? Хочу пожелать в первую очередь это здоровья, благополучия, чтобы не было никаких катаклизмов на территории нашего города, сопредельного государства, чтобы жили все в мире, в дружбе и согласии, счастья, любви. Спасибо.